Думская ТВ продолжает работать в прямом эфире. Говорим о главном сейчас в студии ведущей программы День на Думской Александр Новицкий. Алла Есина. 1 августа апелляционный суд Киева изменил меру пресечения первому завестителю председателя правления Одесский эпипортовый завод Николаю Шурикову. Его отпустили из-под стражи. И дальше пошло еще интереснее. Председателя председателя Совета препятствий с Киевом Преломом тоже отправили домой. Хотя до этого задерживали его. И вот это дело, которое обещало быть грандиозным, затейное буквально накануне несоставившейся приватизации по странным правилам и обстоятельствам не произошедшей, начинает разваливаться. Что происходит? Мы стараемся разобраться прямо сейчас. И поэтому экономист Сергей Кубовский вновь появляется в нашей студии. Сергей, спасибо, что пришли. Сергей, здравствуйте. Как вы расцениваете то, что происходит? Почему апелляционный суд отпускает их под домашний арест, когда, к примеру, тот же Назар Холодницкий говорит о том, что есть велика вероятность того, что они попытаются сбежать из Украины? Согласен, что такая вероятность есть. И она велика. После того, как так принято в Украине, что какое-то громкое задержание, громкое обвинение проходит какое-то время, и потом этот фигурант скандала, он оказывается не территорией Украины. Это такие правила игры. Но если говорить о данном случае, то хотелось бы несколько слов сказать о истории припортного завода. Вот почему его то приватизируют, то не приватизируют. Это лакомый кусочек. Вы что? Это мощное предприятие. Это мощное, уникальное предприятие. Нам пытались объяснить, что оно, в принципе, уже там... Убыточно, достаточно давно. И на грани технического коллапса. Ну, я думаю, что до этого пока еще далеко. Но, в принципе, если захотят, могут и коллапсу строить. И довести. Да, и довести. Чего-то уникальное предприятие, в первую очередь, в нем заинтересованы россияне. Почему? Потому что... Собственно, они и производят это для аммиака, которым идет разговор. Да, они и производят аммиак. Ну, не только они одесской припортовой, но и есть аммиакопровод. Уникальное сооружение Южной Тольятти, который как раз связывает весь технологический комплекс производства аммиака в России и в Украине. Когда-то данный завод оценивался в 5 миллиардов долларов. И его хотела... Его давно хотели продать, но вот наиболее активно его продавала Юлия Владимировна Тимошенко. Ну, кабинет Юлия Владимировна, конечно. Да, в 2009 году. Но уже тогда в глаз на этот завод положил украинский олигарх Коломойский. И в принципе, в общем-то, было принято решение о том, что этот завод придет... Потихонечку, потихонечку. Ну, по сути, его сейчас не могут приватизировать, поскольку идут суды с компанией Нортима. Да. Но Коломойский решил обдурить Тимошенко, и поэтому на аукционе... Три компании участвовали в аукционе, все три компании Коломойского, и они предложили смешную цену. Как я сказал, ну, максимум было 5 миллиардов, но я думаю, за миллиарды 3 продали. Он захотел купить его за 600 миллионов долларов. И, конечно, Тимошенко возмутилась, аукцион отменили. После этого контроль... С основной, я за такие деньги и сама хочу купить его, да? Ну, как-то было обидно... Мужицкинемся втроем. Ну, после победы на выборах Януковича никто не собирался приватизировать... Потому что и так прибыль шла куда надо. Потому что и так, да, прибыль шла кому надо. После событий в феврале 2014 года ситуация кардинально не поменялась, поменялась только хозяин. Им стал Коломойский, который через кабинет министров поставил своих управляющих нефтегаз Украина и Одесскими портовыми заводами. И опять прибыль шла куда надо. И опять прибыль шла куда надо, поэтому этот завод показывал уникальные показатели. В частности, по-моему, за прошлый год он вообще стал убыточным, да? Ну, утверждают, по крайней мере. Ну, утверждают, но так постарались. То есть, прибыль ушла в офшоры Коломойского, а завод убыточный. Фонд Дубовского имущества утверждает, что уже несколько лет это предприятие является убыточным. Да, да, потому что продают газ по завышенной цене и так далее. И отключают его по завышенной цене. Да, и когда надо, отключают. Ситуация изменилась из давления Международного валютного фонда, который, видя, что, в общем-то, такое прибыльное государственное предприятие почему-то является убыточным, и при этом нужно МВФ все доплачивать владельцам припортового завода, хоть, по идее, должно быть наоборот, они потребовали привести приватизацию. Приватизацию объявили конкурс на таких условиях, на которых ни один серьезный универсальный инвестор не стал бы вкладывать деньги, хоть и рассказывали, там есть и арабы. А это было сделано для того, чтобы опять кто-то из олигархических семей, в общем-то, прибрал к себе? Нет, это было сделано для того, чтобы сорвать конкурс, и по-прежнему формально это был государственный завод, неформально завод Коломойского. Что произошло сейчас? Несмотря на могущество самого могущественного украинского олигарха, украинский президент пытается во всеми силами показать, что он все-таки хотя бы формально президент. И подконтрольная ему генеральная прокуратура, туда был поставлен небезызвестный Луценко, пытается где-то вот там ущипнуть, где-то немножко подпортить жизнь олигарху Коломойскому. Те аресты, которые были неделю назад, это вот показать Коломойскому, что вот формально президент я и моя генеральная прокуратура. И поэтому двух ведущих менеджеров, опять-таки Коломойского, один зампредседатель нефтегаза Украины, опять же, государственная компания, которая известна на кого работает, пеппортовый завод, арестовали, заявили там, что 100, 200, то есть 400 миллионов гривен, они вот непосредственно сами виноваты в убытках. И какой-то районный судья, который боится генеральной прокуратуры, вынес решение об аресте. Дальше, как обычно происходит, апелляционный суд, где сидят люди уже более серьезные, которые не один год занимают свои посты, знают, кто президент, а кто реально президент. Знают правила и расклады. И расклады. Они принимают решение, давайте все-таки отпустим людей, все-таки люди... Люди нормальные, люди здесь ни при чем. Да, ни при чем, в общем-то они выполняли приказ главного. И вот их отпускают, я думаю, через недельку... А вы знаете, кто у нас сейчас на телефонной связи? У нас адвокат на телефонной связи, это Андрей Цыганков. Андрей, это адвокат Николай Щурикова. Сейчас мы узнаем, что просто происходит, какие планы у Николая. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. Это Думская ТВ, Алла Есина, Александр Новицкий и наш гость-экономист Сергей Якубовский. Мы, прежде всего, рады, конечно, что люди оказались на свободе, но есть и подозрение, что все-таки кто-то там говорит, что они виноваты в чем-то. Нет ли планов у господина Щурикова выехать с Украины? Нет, таких планов у Николая нету. Сегодня он посетил органы полиции, сдал свой заграничный паспорт. Он у него один, потому что законодательство позволяет, чтобы было два паспорта? У него, насколько я знаю, он сдал заграничный паспорт. Сколько у него паспортов, я не знаю. Если у него два паспорта, то он, наверное, сдал два паспорта. Он присутствует с другими адвокатами. Никуда он уезжать не собирается. У него такая возможность была раньше, без нахождения в СИЗО. Я не думаю, что она изменилась. Более того, Николай заявлял на заседании суда и сейчас, что он планирует доказать свою невиновность. И мы это тоже, надеюсь, делаем. Если он меня услышит. Во время заседания, на котором рассматривалась и оспаривалась нами мера пресечения содержания под стражей и залог, мы предоставили первичную информацию в части фальсификации материалов по экспертизе, когда в деле ОПЗ экспертиза отвечает на вопросы о рыночной стоимости газа одни и те же эксперты, устанавливая ее в одном размере, а в деле Онищенко те же эксперты буквально через месяц устанавливают рыночную стоимость газа совсем другую. И разница эта составляет около 1400 гривен. По этому факту Николай планирует обратиться в Генеральную прокуратуру для восстановления факта фальсификации дел. Вот пока что планы на сегодняшний день. А также мы планируем, чтобы НАПУ произвело допрос Николая совместный с теми свидетелями, которые якобы считают, что есть основания привлечения его к уголовной ответственности. Скажите, пожалуйста, Андрей, отстранен ли от работы Николай и собирается он возобновить свою трудовую деятельность? От работы он не отстранен. Такое решение не принималось. Единственное, сейчас затруднена возможность работать на АПЗ в связи с тем, что он находится под домашним арестом с 22 вечера до 7 часов утра и дал обязательство не покидать территорию города Киева без согласования такого с детективами НАПУ. В данном случае мы такое согласование хотим получить, поскольку есть необходимость явиться на завод. Получить соответствующие характеристики, документы, которые опровергают в данном случае подозрения, предъявленные Николаю Шурикову. Но это решение за детективами. Андрей, если вы утверждаете, что дело сфальсифицировано, кто стоит за этим? Ну, Николай говорил об этом. Как бы я могу сказать его слов. Я анализирую больше уголовную составляющую подозрения. На сегодняшний день мы четко понимаем, что цена завода за него упала при приватизации. То есть есть прямой интерес, наверное, потенциальных покупателей занизить ее еще и, возможно, больше. Шуриков называл в данном случае заказчиками такого дела и понижения цены в интересах пожарства неустановленного покупателя губернатора Одесской области, господина Саакашвили, господину главу и господина Декануиза. Вот все, что он называл. И он считает, что при длительном общении с этими людьми, при конфликтной ситуации, у него есть основания подозревать этих людей в действиях, направленных на уменьшение приватизационной стоимости данного объекта, в чьих интересах он это не называл. Андрей, мы вас услышали. Благодарю за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Всего вам доброго. Напомню, что у нас на связи был адвокат Андрей Цыганков. Это адвокат Николая Щурикова, которого задержали по делу ОПЗ. Вернемся к экономическому обзору. Но, Сергей, мы услышали все, что хотели услышать. Никто никуда не едет, как в Одессе говорят. Никто никуда не едет. Все выходят на работу. Я хочу спросить, это воспитательный процесс? Ему в течение этого времени задержание давали новое ЦУ для работы? Нет, еще раз. Это показательное дело со стороны Генерального прокуратуры против одного человека, против Коломойского. Понятно, что вот эти чиновники, которых задержали, потом выпустил, это люди, которые, как мы правильно с вами решили, они выполняют указания. Я думаю, что там относительно все чисто украинских законов. Кстати, еще звучала фамилия Нищенко. Очень такой известный человек, народный депутат Украины. В последнее время стало особенно известным. Да, месяц назад тоже там, по-моему, 200 или 400 миллионов гривен сказали, что он украл. И он кричал, я буду в Украине защищать себя. А несколько дней назад из Лондона, ему тоже вот дали спокойствие. Он, кажется, уже неделю назад. Он вначале в Москве был, потом в Лондоне. Да, да. Но тоже говорил, что он уезжать не собирается, и более того, приедет на заседание Верховной Рады, где его собирались лишить депутатской неприкосновенности. Но главное, что дали ему вот с почестями уехать. Конечно. Да, да, да. К слову, раз уж затронули фамилию Саакашвили, есть реакция губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Я прошу дать эту цитату, как он отреагировал на то, что Щурикова и Перелому отпустились под стражи. Апелляционный суд – это обычно место, где имеет влияние политическая власть разных уровней. Выпустив директоров, те, кто это решил сделать, защитили Яценюка, Авакова и Мартыненко от возможных показаний директоров, которые хоть и по уши в коррупции, но все же являются в этом деле всего лишь стрелочниками. Их выпустили в августе, когда люди в отпусках и не обращают внимание на политические события. НАБУ и антикоррупционная прокуратура сражаются до конца, но сегодня мафия, засевшая во власти, оказалась сильнее. Я их уверяю, это ненадолго. Мне приятно, что губернатор знает, когда люди реагируют на коррупционные скандалы, а когда нет. Сезонность все-таки в Одессе тоже очень важна. Ну и все-таки вот заявление Михаила Саакашвили по поводу того, что их отпустили для того, чтобы они не давали показаний против Авакова, Яценюка, Мартыненко. Вы согласны с этим? Ну, он опять-таки не назвал того человека, который контролирует Авакова, Мартыненко и всех остальных. А мы, видите, можем называть, у нас более демократичная передача. Я, опять-таки, не думаю, что люди такого уровня, которых обвиняют в коррупции на сотни миллионов гривен, они будут сдавать того, кто занимается коррупцией значительно больших размеров. Поэтому их отпустили, потому что, еще раз, идет противоборство от двух сторон. Есть силовой блок Аваков и дальше. Есть президентский блок, который контролирует Генпрокуратуру и СБО. Это не первый случай, когда людей Коломойского арестовывали, а потом выпускали. Почему же до самого Коломойского не доходят? Ну, потому что, если только посмотрят на него косо по-настоящему, то он отдаст приказ Министерства внутренних дел. И тогда, уважаемый президент Украины, в лучшем случае, окажется там, где предыдущий президент. Поэтому, знаете, у кого национальная гвардия, у кого батальоны, кто их финансирует реально, кто-то... То есть, стандартная борьба олигархов. Подождите, мы говорим о государстве в государстве? О государстве в государстве. То есть, вы хотите сказать сейчас, и вы только что сказали, о том, что Коломойский делает вообще всю погоду в Украине. Да, Коломойский. Любое решение Кабинета Министров согласовывается с Аваковым, а Аваковым с Коломойским. Вот Сергей Лещенко был у вас здесь на прошлой неделе. Вот он как раз народный депутат. Нет, у нас Мустафана Ем был. Двое они тут сидели здесь. Нет, нет, Мустафана Ем был. А, ну хорошо, это да. Ну, они, в общем-то, да, коллеги. Ну, из одной политической силы. Да, да, да. И вот он, да, заявил непосредственно, говорит, что вот любое решение Гройсу на Кабинета Министров согласовывается с Аваковым. Потом нескольким случаем-то увольняли министра. Он говорит, я, извините меня, в туалет выйду. Позвонил Авакову, Аваков Коломойскому. Через 10 минут возвращается на заседание Кабинета Министра. Он говорит, ну хорошо, мы, в принципе, нормально работали. Тогда возникает вопрос. Если все ожидали, что все равно придется отпустить Щуриковой переломы, зачем тогда НАБУ, САБ, зачем они проводили эту операцию и задерживали их, если в итоге апелляционный суд, как сказал Михаил Саакашвили, где главную роль играют политическое влияние, а не законы Украины? Больше, не только политическое, но и другое влияние. Во-первых, это красиво. Это красиво, это картинка, это рассказ. И тот же Саакашвили теперь может выйти и рассказать, как он борется с коррупцией. Понимаете, был бы... Это первая, красивая картинка во время задержания, красивая картинка во время выпуска. Знаете, довольны адвокаты, говорят, что все патриоты. Есть реакция губернатора и других довольных лиц. И вот иллюзия, и борьбы с коррупцией, и тоже американцы можем поставить картинку, видите, мы вот каких-то людей арестовываем. Потом... Что вы нам говорите? Вот, смотрите, пожалуйста. Смотрите, да. Я предлагаю послушать реакцию самого Назара Холодницкого на решение апелляционного суда города Киева. Прокуроры, процессуальные руководители САП делают все, чтобы довести уголовное производство о растрате имущества государственного ОПЗ до судебного разбирательства и приговора. Но сейчас важно, чтобы подозреваемые не убежали из страны и предстали перед судом. Мне кажется, что убежать из страны можно и без заграничного паспорта. Это вот мое такое... Тем более, если, как вот все утверждают, что у них такие покровители серьезные, которым заграничные паспорты не нужны. Не надо убегать никуда. Вот посмотрим, когда будет суд. Через сколько будет суд? Будет ли суд? Будет ли суд? До суда дойдет? Начнем с этого. Дойдет ли до суда? Да, через полгода никто уже не будет вспоминать эти фамилии, потом где-то одно дело закроют, переквалифицируют, потом откроют люди под амнистию, выпустят и все. То есть мы опять видим какой-то театр абсурда? По закону Савченко. Театр абсолютно, я с вами согласен, причем абсурда, ну а мы в нем участвуем, но говорим правду, за что вам спасибо. Ну и судя по всему, кукольный театр абсурда. Я хочу еще уточнить у вас такой момент, уже, ну вот он как-то последовательно все-таки связан, вот коррупция, с событием, которое сегодня произошло в Киеве, Надежда Савченко объявляет голодовку. Вот мне не совсем понятно, может быть, вы мне объясните, против кого и за что? Ну знаете, я... И кому это нужно? Третий пункт. Я лично очень хорошо отношусь к Надежде Савченко, потому что я считаю, что она одна из немногих имеет право говорить о том, что такое патриотизм, что такое любовь к Украине, потому что она реально воевала, она страдала, она голодала, не только в Киеве, но и в Москве. Но повоевать она не успела, к слову, ее раньше взяли в плен. Ну, взяли в плен, но в любом случае она сражалась как могла, в отличие от тех, кто руководил Украиной весной 2014 года, когда без единого выстрела сдали Крым и так далее. Против чего она голодает, я не знаю, я лично с ней не знаком, но я думаю, что она голодает против той системы, которая сейчас существует в Украине. Когда с экрана говорят одно, а делают прямо противоположное. Она голодает против того, что происходит в армии. Вот две недели назад был в Одессе министр обороны. Он случайно попал в одну часть и посмотрел, чем питаются солдаты. Да, вы слышали, наверное, про эту историю, да, и как было написано, чем они питаются. Мы об этом даже говорили. Мы даже об этом говорили. Видите, вот спасибо вам за это, да. Вот против того, что творится в армии, когда выделяется 100 миллиардов из них. Вопрос в том, насколько это действенный способ. Ну, она сражается, понимаете. Она сражалась против Путина. Она выступала в российском суде, непосредственно обвиняя Путина в военных преступлениях. Теперь она сражается в Киеве против киевской власти, потому что, я думаю, что преступления киевской власти, они соизмеримы во многом, потому что та коррупция, которая существует, и при этом же гибнут люди, она знает, сколько человек каждый день погибает. Причем, какие потери? Огромная часть потерь – это внутренние потери, когда солдаты погибают просто-просто из-за халатности, из-за отношения к ним. По слову, атошники за ее заявление не очень позитивно относятся к ее последним заявлениям по поводу отказа от льгот. У нас, в частности, в эфире была Амина Акуева, которая является пресс-офицером батальона Киев, и она говорит о том, что бойцы не очень хорошо реагируют на такие заявления. Ну, понимаете, бойцы на многие ее заявления реагируют не очень хорошо. Хочется казаться героями, хочется казаться… Мне кажется, им просто хочется домой, в мирную страну. Им хочется домой, в мирную страну, но мирная страна будет только тогда, когда мы начнем говорить правду о том, что происходит в зоне АТО. Мы должны понять, что по ту сторону есть очень много людей, которые хотят жить в Украине. И то, о чем говорит Савченко, нужно находить среди тех, кто остался в Донецке, Луганске, украинцев, пусть даже если они говорят на русском языке. Но язык, кстати, не принципиальный. Язык не принципиальный, да. И я уверен, что сейчас большая часть жителей Донецка и Луганска хотят все-таки жить в Украине, в новой Украине. И то, к чему призывает Савченко, договариваться не с Путиным, не с Россией. Ведь что такое минский формат? Когда Россия, две европейские державы и Украина договариваются с побед Донецка и Луганска. Давайте спросим их жителей, и я уверен, что многие из них захотят напрямую договариваться с Киевой, захотят жить в Украине. А когда мы их игнорируем и через Россию договариваемся... Тут же вопрос не в жителях, тут вопрос в тех, кто воюет на стороне боевиков. Ну, понимаете, Савченко говорит, я тоже воевал, и я могу говорить с теми, кто... Она воевала за свою страну, она защищала свою территорию. Ну, знаете, возможно, кто-то из них тоже считает, что они защищают свой город, поэтому... Я в тот момент хотел сказать, что многие, которые воюют там, на текущий момент, хотят в новую Украину. Украина может быть новая, проблемы хуже, чем старые. Вот это да. Вы уверены, что они хотят? Надо верить в народ Украины, и я общался с многими оттуда, и они действительно, они жалеют, что так получилось. Они хотят жить вместе с Украиной, и то, что творится сейчас, никого не устраивает. Ни нас, ни их. Я думаю, что нужно искать компромисс, а по-другому мы не решим этот конфликт. Поэтому я все-таки думаю, что Савченко будет сражаться, и я на ее стороне. Сергей, благодарю, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Напоминаю, что у нас в гостях был экономист Сергей Якубовский. Мы прервемся на небольшую рекламу и выпуск новостей. Юлия Пробачай расскажет о том, что происходит в Одессе прямо сейчас. После вернемся, продолжим день над Умской. Будем говорить на новую тему. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова